привет друзья меня зовут олеся и это видео о вышивке и начну я со старта прошлой недели очень позитивного старта скажу я вам это была загадка что же будет вышиваться и на прошлой неделе очень много было угадавших да это действительно маяк маяк от golden rose размер вышивки 300 на 400 стежков количество цветов чистый 31 свет смешанные 75 цветов вышивается на хардангере нитками dmc и давайте немножко порассуждаем почему же именно этот маяк привлек мое внимание как-то давно я уже присматривалась к маякам но они достаточно все те которые я видела или хмурый или слишком уж мультяшные а этот мне очень понравился что и небо уже голубое и волны есть и вода смотрите какая вода просто замечательно именно тот свет который я сейчас последнее время еще на всех вышивках брызги волн чайки в общем вполне себе позитивный маяк ну и в комментариях меня спрашивали загадала ли я желание написала ли я его на обратной стороне канвы скажу что на каждую вышивку у меня есть или желание или какие-то позитивные мысли и мечты если какая-то мысль к этой вышивке привязана не очень интересная скучная то соответственно и вышивка идет достаточно скучно поэтому скажу что на этот маяк у меня тоже есть мечта и насчет того чтобы писать на обратной стороне стороне канвы я этого не делаю у меня была вышивка которая уже висит на стене которую я загадывала желание и желание естественно я не ни разу не писала на канве никакие желания и желание сбылось поэтому я верю что желание сбудется даже если вы не писать на канале главное чтобы его очень сильно хотеть но тут я вам скажу еще один момент что бывало что меня желание сбывались и без вышивки тут главное все-таки очень этого хотеть сильно а иногда приходится еще и потрудиться так что это моя старт прошлой неделе и давайте с вами посмотрим какие у меня стежки прибавились на этом на этой работе тут вот у меня получилось немножко уже камень начал прорисовываться и белые брызги волн появляться очень идет легко и непринужденно поэтому я даже сейчас подумываю может быть пока буду вышивать даже каждую неделю но так как у меня со всеми вышивками такие мечты и желания поэтому посмотрим как она там будет дальше получаться а сейчас давайте перейдем к старту этой неделе к первому старту их боюсь придется мне свыкнуться с мыслью что эта работа будет исключительно в развороте появляться она у меня еле помещается на стол так что давайте представим что это правый верхний угол очень я хотела ее вышивать так же как и остальные работы идти вертикальными рядами так удобнее вышивать мне оказалось но тут даже в развороте мне пришлось муж попросить сделать такую раму который у меня еще не было 95 сантиметров но правда тут скажу вам честно что у меня сантиметров 15 осталось лишних сбоку который я пожалела отрезать решила что вдруг если когда-нибудь мне решится что эту работу я вышивать все-таки не буду я канву разверну и отправлю на 2 обычные многоцветки потому что это канва получается как раз на две многоцветки но другой канвы у меня не было а это у меня получается почти не до тысячник ну да ладно давайте с вами загадку что же это за работа будет загадка очень сложная правда не для вас я боюсь а для меня потому что очень долго думала как же вы так сказать чтобы было понятно так вот если бы тут был один главный герой этой картины то не без основания можно сказать что это одно из самых главных жизни любого человека маленькое или большое но точно важны до какого там человека даже зайчику без этого плохо и если в предыдущей вышивки маяк скорее всего вышивается я бы прикинула скорее около 8 60 процентов вышивальщиц то этот герой в 95 процентов вышивальщиц уже скорее всего висит на стене но это не единственный главный герой на этой картине их много и вся соответствующий атрибутик при этом присутствующие так что добро пожаловать комментарии посмотрим насколько легкая это загадка получилась и насчет легкости загадки мне в комментариях писали что загадка какая-то у меня получилось очень легкая так не положено для этого канала это сильно подозрительно а также был комментарий что это морские просторы на предыдущую картину и тут масса вариантов поэтому надо подождать до четверти отшива для идентификации дизайна так что я тут подумала посчитала в закромах родины сколько у меня осталось крупиц разумности и оказалось что было бы что жалеть поэтому отставим эти самые крупицы разумности и еще один старт на этой неделе для тех кто любит погорячее на этой вышивке не будет подсказок и превью появится только когда ее угадают в комментариях моя ставка будет что превью появится примерно в районе нового года когда будет ага момент вот она к тому моменту скорее всего я даже половину картины и будет видно что же это такое картина не сильно большая но тоже многоцветка но пока ее не отгадали я буду его ушивать каждую неделю были мысли отнести ее на живой процесс и только там не показывать чтобы не раздражать особо нервного зрителя смотреть на темный угол и не понимать что же мы ожидаем впереди это может быть очень и очень сложно но скажу я вам что настоящему шерлоку холмсу потребовалось минут пять на то чтобы понять что же это за картина так что посмотрим если в нашей большой семье который называется вышивка со смехом настоящий шерлок холмс и как их много хотя давайте дам одну подсказочку очень неординарная вышивка во всяком случае я не видела ни у кого что-то похожее чтобы вышивалась наверное потому что она может показаться кому-то скучной для вышивания из 190 тысяч стежков здесь будет 70 на 1000 черный плюс коричневый пожалуй все сегодня со стартами какой-нибудь еще канвы где у меня есть тысячи стежков мне показать нету поэтому я думаю что те кто заглянул только посмотреть на старты уже ушли и раз мы остались тесной компании я пожалуй расскажу несколько спасибо хочу сказать спасибо моей подружки татьяне за то что на меня балует и дарит мне подарки вышивальные есть у меня ощущение что в этой семье которая называется вышивка со смехом я когда-нибудь буду самым избалованным ребенком я и дарю схемы тоже в ответ но у нас пока ничья 00 я еще ничего не вышила она ничего не вышивает хотя погодьте погодьте 50 у меня же еще новогодние игрушки с прошлого года вышиты и один гномик я веду хочу сказать спасибо двум еленам за то что не держит меня в тонусе не дает расслабляться забаловать и избаловаться вот тут то я думаю что если я стану самым избалованным ребенком на этом канале они мне быстро сыпят по первое число чтоб не баловала хочу сказать большое спасибо елене за то что она дает мне ощущение того что мои видео и моя вышивкой имеют какой-то смысл также хочу сказать спасибо всем кто пишет комментарии если в пятницу вечером я думаю ну зачем мне снимать видео лучше я повышеваю то в субботу с утра когда я просыпаюсь я понимаю что она того стоило также я хочу сказать спасибо тем кто не пишет комментарии потому что если эти люди вдруг не сдерживаются и пишут комментарии мне их очень жалко зачастую это бывает такое что они не сильно жалуются как их сильно мучили заставляя смотреть мои видео аж до половины видео просмотрели еле выдержали сбежать не могли приходится их спасать нет уж нет уж самопожертвования только с моей стороны а то же я ночами спать не могу переживаю как же бедные блин их наверно приковали батареи заставляет все смотреть бред и галиматью ну а теперь спасибо светлане то в общем-то ради чего это спасибо и задевалась светлана спасибо вам решила вам за ваш комментарий вы написали ваш маяк картинка волны мечта ваших грез смотрела впечатление о формуле рукоделия у овну увидела сюжет волна вспомнила о вас а вдруг приглянется ведь мечта не обязательно должна быть масштабной как бы не удивительно казалось это сообщение было такое теплое и приятное в плане что я почувствовал что меня есть друзья вышивальные друзья которые действительно могут увидеть картину и со мной поделиться это именно то что мне не хватает чтобы кто-то сказал смотри какая замечательная картинка может быть она тебе приглянется или смотри какая замечательная схема она там-то и там-то я подписана на несколько дизайнеров и у меня приходят схемы новых разработок но то ли я такая привередливая то ли картинки все-таки не мое но не нахожу я именно того что хотелось бы поэтому если у вас есть что-то на примете что вам кажется мне могло бы понравиться кидайте ссылку в комментариях я буду очень и очень благодарна вполне возможно что я отвечу не дорогая какая же это настоящая идеальная волна если она недостаточно бирюзовая а почему здесь такое хмурое небо время суток это же самое важное это должно быть середина дня никаких закатов и рассветов нет 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 но в этом же и заключается настоящее дружеское обсуждение схем разве я не права не скажу что после этого сезона стартов я надеюсь найти что-то еще еще что-нибудь стартануть но видать я пока еще не перевалила за ту грань где уже будет мысль останови золотая антилопа сейчас пока мысль так 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 посмотрим что там есть еще интересненького так что убирая из кадры темную лошадку и посмотрим что я на этой неделе умудрилась еще повышевать а это у меня аристократ библиотеки от ст последний раз когда мы видели эту работу я усилия нашла вот этим рядом наверх и наверх парковкой столбик наверх ну и тут меня что-то торгнуло на этой неделе и я решила что хватит маяцедурью пора включать турбоскорость тут правда турбоскорость не в том плане что я буду теперь вышивать только ее больше ничего тут скорее турбоскорость что хватит проводить эксперименты тормозящие эту самую вышивку и вышиваю как можно быстрее поэтому ниточки все я припарковал там наверху смотреть там особо нечего как был серый шкаф так и остался серый шкаф которого еще пока даже не видно и решила я что теперь я иду рядами по 10 леточек паркую наверх как я делаю сейчас у девчушки потому что для меня это казалось самый быстрый способ давайте приближе немножечко посмотрим что я повышевала на этой неделе турбоскорость я вам скажу включилась очень даже неплохо хотя есть у меня подозрение что это исключительно из-за того что во первых одиночки я уже тут повышевала во вторых остался тут не так уж и много цветов так что если сейчас у меня турбоскорость примерно 800 крестиков за вечер то я думаю когда я дойду опять до ковра то там будет три крестика опять за вечер посмотрим хотя и та и другая цифры даже близко не приближают меня к тем планам который я себе строила чтобы вышить к определенному сроку так что вышью пожалуй к определенному сроку пол коричневый а потом сроки все провалим и будем вышивать ковер но во всяком случае сейчас я решила эти рядами так что вполне возможно что прибавление будет теперь виднее и чуть более чаще чем раньше и это у меня кстати получается ножка от глобуса вполне себе симпатичная золотая ножка ну и как водится на многоцветках даже на полу есть не один и не два цвета вполне себе не скучно и насыщенно так что полюбовались мы с вами на пол давайте посмотрим что у меня еще есть а дальше у меня девчушка осоль дитя озаренный сиянием божьим от ст я тут подумал что самое логичное сделать во время сезона стартов правильно меня посетили точно такие же мысли надо попробовать стать однопроцессницей моя ставка что продержусь одни и десять ставка редактора олеси не больше четырех шутка про редактора олесю было где-то так видео пять назад но почему бы не воспользоваться остатками белой славы один день я уже побыла однопроцессницы я закончила ряд вот здесь вот немножечко здесь прошлась наверх и пошла вот здесь решила что будет самое удобно на данный момент попробовать сразу четыре ряда вести причем вести их по цветам то есть я тут начала синим закрывать и уже когда дошла до этого ряда здесь коричневый поэтому я вот тут закрою коричневый чуть-чуть и пойду даже дальше синим закрывать потом уже буду все на весь ряд идти вот здесь вот коричневым чувствую себя героем я продержалась уже целый один день если завтра сломаюсь то это уже что-то но сейчас немножко перемотаю раму потому что здесь уже тянуться недалековато рукам неудобно а у меня тут уже такой хороший большой запас накопился который самый раз уже пора перепотать так что в следующий раз мы увидим уже будет меньше видно зато удобнее вышивать второй день моей однопроцессности чувствую себя ух ты какая я клёвая эй однопроцессницы возьмете меня свою команду берите скорее пока не поздно что мы тут с вами послушали с вами наверное ничего но сама я повышевала вот здесь вот платье и вспомнила про свою любимую старую забаву оставлять последний цвет на потом когда будет свободное время но не свободные уши и вот тут как раз достаточно много цвета тут было оставалось 500 крестиков но уже остался чуть-чуть на самом деле на одну ниточку наверно которые я закрывала после потом уже так что здесь вот у меня остался последний цвет тоже уже может быть завтра закрою я думаю что будет такая возможность так что уже здесь вот перешла на эту область сегодня второй день моей однопроцессности и я думаю что за сегодня я вот тут вот все они самые главные цвета закрою и может быть перейду даже на колонну пожелайте мне удачи и стойкости я знаю я справлюсь третий день это уже вытрепещущего эксперимента а я и боюсь и последний боюсь однопроцессность не для меня раньше когда был всего один процесс я и была однопроцессницей а теперь когда у меня несколько вышивок особую радость доставляет смена цвета картинки и даже канвы посмотрим следующем видео насколько долго я продержусь еще на этой работе без перерыва ну а сейчас давайте посмотрим что у меня получилось в общем то как я и планировала закрыла я тут весь последний цвет здесь вот буквально недавно закрыла цвет и у меня уже вышивается солнце яркий луч немножечко тут осталось этого цвета добавить доделать и у меня уже этот этот кусочек тоже будет сделан если поленилась я свои бобинки использовать решила ну тут цветов немного просто повешу за пределы рамы нитку которую паркую в итоге не понимаю мне кажется все таки как-то делать я неправильно потому что потом я это все повесила на на магнитик и они себя перепутываются и потом дольше получается их распутать чем с бобинки размотать ну а так уже получается целостная картина или маленький кусочек этой картины их планов то громаде было тысяч 20 сразу как вышить одним махом но боюсь что эти три с полной тысячи которые я за эти три дня сделала это мой максимум ладно не буду загадывать хотела все таки вот эту часть закрыть и тогда уже переходить хотя бы на следующую работу а там может и разгонюсь и дальше пойду пожалуй это все в этом видео с этой работы посмотрим что еще у нас есть вы в завершении этой животрепещущей темы я вам покажу тигра китайский набор нанесенка нитки с хс что-то еще интересного в общем то я тут ничего не повышевала но меня просили его показывать каждое видео поэтому давайте посмотрим тигра я показывать не буду но фон одним вполне почему бы не пробоваться ладно шутка это была я повышевала но повышевала я крестиков наверное 10-15 пока меня не накрыла однопроцессность поэтому тут чуть-чуть но прибавилось что уже согласитесь неплохо еще пару раз меня так накроет и можно будет переставлять пальцы пожалуй на этом все мне больше пока нечего вам показывать так что увидимся на следующей неделе пока